Давайте перейдем к теме обработки семян. Ведь одно дело мы подготовили почву, у нас там только полезные бактерии. Другое дело, что мы в эту почву внесем. Если семена будут с определенными нехорошими патогенами, они будут получить развитие. Владимир Александрович, расскажите, какие рекомендации Вы даете хозяйству по обработке семян? Какие задачи нужно выполнить, обрабатывать семена? Чем обрабатывать и в каких сроках? Я хотел бы подчеркнуть, что в каждой технологической операции агротехцентр колхоз применяет комплексный подход. Точно так же и обработку семян мы проводим комплексом препаратов. Перед этой обработкой мы ставим три задачи. Первая – это защита. Вторая – это стимуляция. И третья – это первичное минеральное питание. Задача пролонгированной защиты решается двумя компонентами. Первый компонент – это химический фунгицидный протравитель. И второй компонент – это биологический. Владимир Александрович, хотелось бы заострить внимание. Я считаю, это очень важное, так сказать, замечание, что не просто химический протравитель, а химический протравитель, подобранный на результатах достоверного фитомониторинга. Вот что у нас на эту тему думает Буденков Николай Иванович. С точки зрения фитопатолога, возможно, мы должны как можно лучше защитить проростки, развивающиеся от полчищ патогенных опасных микроорганизмов, с которыми проросток сталкивается в момент своего развития. Часть этих патогенов сидит на семенах, часть находится в почве. Поэтому необходимы соответствующие мероприятия. То есть мы должны определить, какие патогены находятся в семенах, и подобрать соответствующий протравитель. Это обязательный момент. В почве, вернее, в растительных остатках содержится обычно также большое количество патогенов. Это один из самых важных вопросов. Значит, протравитель практически любой сейчас эффективен против головни пыльной, против головни твердой, но не против головни карликовой. И тут в придачу к этому ведь еще в почве присутствуют возбудители гельминтоспориозов, возбудители фузариозов, которых также надо подавлять. Значительная часть отечественных и зарубежных протравителей не содержат фунгицидных действующих веществ против фузариев, к сожалению. Их сейчас не так много, этих действующих веществ. И вот хотелось бы остановиться на вот этой фотографии, которая сделана реально на поле. Но мы вдвоем. Да, вдвоем. И это не единичное растение. Для неспециалистов. Это колос, пораженный пыльной головней. Пыльная головня – это грибное заболевание, которое можно снять на стадии протравливания семян. Только на стадии протравливания семян. При работе по вегетации никакой фунгицид эту проблему уже, к сожалению, не решает. Значит, такое проявление и в таких количествах на поле – это свидетельство неправильно подобранного фунгицидного протравителя. Мы выяснили, какой протравитель там был применен. Здесь был чисто маркетинговый протравитель. Все. Хочу заострить внимание наших партнеров на прозвучавшие рекомендации специалиста Буденкова Николаевича. Подбор фунгицидного протравителя осуществляется исключительно по результатам фитоэкспертизы. Семян и растительных остатков предшественников. Почему? Получив на руки анализы и получив назначение врача, мы идем в аптеку и подбираем лекарства исключительно по назначению врача, по рецепту. Почему мы не сходим к соседу и не спросим, да? Слушай, мне вот эти лекарства брать или, может быть, какие-то другие? Вот что ты посоветуешь? А потому что дело идет о своем здоровье, а не о здоровье того же соседа, брата, свата и прочего. Так почему же в этом случае вы, наши партнеры, получив на руки результаты анализов и назначения врача, идете и советуетесь с продавцом, не со специалистом. Не со специалистом. Вы идете и советуете с продавцом, который вряд ли имеет образование в области микробиологии. В лучшем случае он является агроматом, инженером. Опять же, он является продавцом. И он продает то, что ему выгодно. Он выполняет ту задачу, которую перед ним поставила торговая компания. Это вот то, что касается химической составляющей защитного комплекса. Но ведь не все сводится к химии. Нет. Химия не является стопроцентным полноценным защитником семян. А вот о биологической составляющей и о функциях, которые она исполняет при обработке семян, более подробно расскажете, Алексей Владимирович? Конечно. Общеизвестно, что действующее вещество химического протравителя эффективно 10-14 дней. Мы все-таки стараемся перерывать объективными фактами, а не домыслами. И если о чем-то говорим, то это экспертный уровень и специалисты. Тогда все становится на свои места. То есть в течение довольно короткого срока химический протравитель, даже если правильно подобран, и если это было сделано с учетом антирезистентной стратегии и, собственно, подбора действующего вещества, какого бы он хорош ни был, но через 2 недели, плюс-минус, постепенно идет содержание действующего вещества, возникает тот самый феномен окрытой раны. И здесь совершенно уместно заселять на уровне обработки семян субрессивными микроорганизмами в высокой концентрации, с верифицированными свойствами. Получается, мы как бы продолжаем то дело, которое начали, работая по растительным остаткам. Мы снизили фитопатогенные фоны растительных остатков, используя солому, по сути, как транспорт для внесения микроорганизмов. И точно так же семенной материал. Зачастую химические протравители обладают некими побочными свойствами, как бы скажем, ретардантные. Здесь применение биофита прямо показано, поскольку позволяет компенсировать этот побочный результат. Алексей Владимирович, ретардантный, то есть умметающий развитие проростка, сдерживающий его развитие, да? В праведности радио сказать, что серьезные компании об этом говорят и пытаются находить определенный способ решения, в том числе биологической природы, чтобы преодолеть серьезный производитель, задумываться о своей репутации и о результате. Вот здесь выходят на первый план те свойства, которые присущи родовому консорциуму, и реализованы в метаболической форме препарата «Энклеофит», то, что мы немного уже обсуждали ранее. Что получается? Как сообщество микроорганизмов является уникальным функционалом, так и метаболиты, которые производит каждый из них, являются достаточно универсальными. Ведь это не просто продукты метаболизма, это продукты, которые производятся тем или иным штаммом в условиях совместного культивирования. Это те самые продукты поддержки, метаболические элементы питания, защиты и прочее, и прочее. То есть фактически на уровне культивирования мы получаем не некую механическую смесь метаболитов, которую можно получить в результате просто смешивания метаболических форм, отдельно взятых в штамм. Мы получаем очень серьезную по функционалу смесь микроорганизмов, которые тем самым способом учатся сосуществовать. То есть фактически моделируя процесс взаимодействия, синергизма в живой природе. Мы же часто говорим о том, что, ну, вернее, как мы знаем, что растения являются продуцентами тех или иных метаболитов или элементов, которые используются для привлечения микроорганизмов. Но по сути эту работу микроорганизмы проводят и между собой, поддерживая друг друга синтезом метаболитов, востребованных и полезных друг для друга. То есть фактически мы вносим не некую смесь метаболических форм, а вносим высокофункциональную смесь родового консорциума, моделируя те процессы, которые происходят в микробиоме и в процессе взаимодействия растения и микроорганизмов. Мы проверяли на наличие аминокислот, фитогормонов, витаминов при разных сроках культивирования, инкубации, хранения формы, которые производят. Нашли оптимальные. Биофит-1 это оптимально сбалансированный по метаболитам препарат сопровождения, производный препарат инбиофит. Что интересно, те формы, с которыми работает АТЦ колхоз, они совершенно оправданы. Работая с синтезированными формами аминокислот и иных элементов стимуляции роста и развития культуры, мы проверяли на совместимость наши бактериальные и метаболические формы и то, что есть в активе АТЦ колхоз. Оттетрованы оптимальные дозы. И это вопрос не только лишней затраты или оптимизации затрат на элементы бакуовой смеси. Мы выявили пороги, на которых возможна ингибиция вместо ожидаемой стимуляции. Мы выявили те формы, которые наиболее синергичны. Проверяя на схожие семян, на сухую биологическую массу, выявлены наиболее оптимальные формы совместимости метаболических форм инбиофит и представленных АТЦ колхоз. Это и бюджет, и снятие рисков. Это тот редкий случай, когда можно навредить. Нам поступали предложения от других компаний по использованию ингибиофит в качестве такого бактериального, как вы говорите, агента контроля. Мы за любое стратегическое сотрудничество проверяем все компоненты. Так было и с препаратами химической природы, и с жидкими удобрениями, так и с КАЗ, и делали выводы о возможности, либо де возможности смешивания. И такую же работу мы проводили по инициативе АТЦ колхоз с, казалось бы, де-факто благополучными и безопасными стимуляторами гормональными, аминогислотами, 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 и, повторюсь, были случаи с жесткой ингибицией в сходах, полученные в лабораторных условиях. Понимая, что в полевых условиях закономерности будут другие, мы на этом этапе отказались от такого рода сотрудничества, которое может нести и репутационные потери, и технологические, и экономические потери для хозяйства. В данном случае оттитровано все. Дозировка Райзер, дозировка Биофит-1, дозировка Н-Биофит, совместимость с прилипателем, о котором говорил Валерий Александрович, это не умозрительное смешивание. Это то, что проверено в условиях гастированных лабораторных экспериментов. Только после этого такого рода баковые смеси могут быть использованы в хозяйстве. Это крайне важно. Скажу честно, никогда не ожидал, что гидролизат аминокислот вкупе с Биофитом может обладать таким совершенно нежелательным, как побочным действием совместного использования. И в то же время те препараты, которые предлагал АТЦ колхоз и предлагает, удивительным образом даже заполняли нишу. В этом перечне аминокислот, которые у нас в протоколе установлены, как содержащиеся в Биофите-1, как одна из метаболических форм, удивительным образом те аминокислоты, о которых говорил Владимир Александрович, они просто легли, выполняя тот аминокислотный набор, который есть в Биофите-1. Но опять же, рекомендованные дозировки. Абсолютно. Александр Александрович, еще вопросы задам, короткие. Что делают бактерии на семенах? Они только заполняют зачищенное поле? Или они как-то стимулируют рост? Или они дают какое-то питание? Какие задачи выполняет Ваш препарат на семенах? Первое и очевидное, это тот же эффект, который мы получаем на растительных остатках. Это занятие экологических ниш, недопущение петопатогенных грибов и бактерий в свой ареал обитания. Второе, это действие метаболических форм. Поскольку в препарате Биофит-1 находится весь спектр необходимых для роста и развития, гармоничного роста и развития, не анаболического, не взрывного, аминокислот, фитогормонов, витаминов, усиленных отдельными элементами из химически синтезированных препаратов. Я хотел бы на секундочку вернуться к теме фитоэкспертизы семян и растительных остатков. В нашей деятельности был эпизод, когда... Это, Александр, что касается Вашего вопроса по обработке предшественника. В нашей деятельности был эпизод, когда для одного фермерского хозяйства мы проводили анализ семян и растительных остатков нута и ячменя. Козимая пшеница должна была сеяться по нуту и по ячменю. Бобовые культуры, в том числе и нут, у нас по определению считаются хорошими предшественниками. Но нут и тот же горох, это совершенно разные растения, но у них совершенно разные патогены. Один из них, пузарево-манилиформы. Так вот, на ячмене в лаборатории его не обнаружило, а на нуте его было очень мало. Таким образом, нут явился гораздо худшим предшественником для зимой пшеницы. Азот любят все, в том числе, пузарево-манилиформы? Нет, нежели ячмень. Но у меня несколько лет назад был конфликт с одним из сегодняшних докторов, профессоров, ведущих наушных сотрудников. Еще тогда я утверждал, что нут является распространителем переменосчиков в пузарево. На что мне было возражено, так сказать, задавлено авторитетом профессорским и так далее. Сейчас тот же человек рассказывает то же самое, с другой полярностью, что да, да, да. Признаю Вашу правоту. Можно еще пару слов о стимуляции роста развития? Здесь есть объективная оценка просто и есть независимый эксперт. Для нас критерием достоверности является лаборатория грибных и бактериальных заболеваний института фитопатологии. Это независимая оценка. Если можно, небольшое дополнение к вопросу о корнестимуляции. Традиционно гостерянный способ определения сухой биомассы корней. Но есть очень такой тонкий, деликатный момент. Работая биофитом-1 на самых разных культурах, мы обратили внимание на мощнейшее развитие корневых волосков. То есть сасывающая поверхность корней, как мы все понимаем, которая на порядке увеличена, является по сути основой функционирования и питания растения через зародышу, через первичную корневую систему. Я хочу сказать, что собственное накопление биомассы корней безусловно важно. Вот эта радость от того, что ты держишь в руках ком земли с прекрасно развитой первичной корневой системой, либо его длина, уходящая на определенные глубины, безусловно, автоматически повлечет и увеличение площади корневых волосков. Я хочу сказать, что собственно увеличение биомассы корней это хорошо, но недостаточно. Вот этот феномен, который мы наблюдаем уже не один год на самых разных культурах, это увеличение количества корневых волосков. Я просто хочу сказать, что надо очень аккуратно интерпретировать полученные данные, надо очень аккуратно относиться к ожидаемому результату. Биомасса корней хорошо, но не все. А вот совершенно уникальное количество корневых волосков, это площадь всасывания как достойный результат. Мы смотрим на оба этих факта. По гастированной методике, конечно, мы проверяем сухую биомассу корней, но каждый раз мы обращаем внимание на то, как сложно нам отмыть почву, и как мучаются наши технологи, пытаясь отмыть эту почву с корней, именно за счет того, что они все просто усеяны корневыми волосками. Хорошо. Алексей Владимирович, таким образом биологическая составляющая комплекса для обработки семян исполняет две функции. Первое, это заселение будущего пророста и максимальная пролонгация защитного действия. Я правильно понимаю? Потому что она не допускает на растущий корень патоген максимальная пролонгация. И эту функцию исполняет эндиофит. И функция стимуляции возложена на второй компонент этой биологической составляющей, биофит 1.0. Эти оба препарата в концентрированных формах, предназначенных для обработки именно семенного материала. Конечно. Рекламент производства биофит 1 буквально заточен на получение во всей полноте целого комплекса биологически активных метаболитов для семенного материала. Он идет в нашей градации именно как семенной. Это не маркетологический прием. Это отобранные препаративные формы и поставленные на производственную основу по результатам многочисленных лабораторных и полевых экспериментов. Мы получаем действительно очень важный агрономический симбиоз пролонгации защиты и корней стимуляции. Только обладая технологией совместного культивирования, вы можете получить совершенно уникальный баланс метаболитов. Это уже из области философии. Это из области практики. Когда вы оцениваете родовое сообщество, вы оцениваете на их совместимость. Есть микробиологически известные методы оценки совместимости. Есть так называемый метод шахматной доски. Очень сложный, такой трудоемкий. Ну, кроме там общеизвестных. Я говорил о том, что эксперт, который производил исследования и биофита-1, и аминокислотных препаратов, он был удивлен несбалансированности аминокислотных препаратов. Технология производства просто гидролизаторов, просто технических смесей. И технология совместного культивирования – это технология двойного эффекта. Это технология родового сообщества с полифункционалом, свойств этих штаммов, относящихся к этому сообществу. И технология их метаболических форм. Они получены в результате совместного культивирования. Специалисты понимают, что это значит. Если вы научились выращивать культуры вместе, это не растворы минеральных солей, это живые микроорганизмы. Значит, весь комплекс их метаболитов взаимодополняем, синергичен и взаимовостребован. В этом нет никакого откровения, это не новость. Это известные механизмы взаимодействия микробиома, почвенного сообщества. На этом построена вся почвенная микробиология. Просто мы научились это воспроизводить в рамках технологического регламента. И мы привносим в почву именно этот модельный реактор. Не просто родов, не просто полиродового сообщества, а со всем спектром метаболитов, живых культур, продуктов жизнедеятельности. По сути, запуская процесс незамедлительно при попадании. Если я правильно понимаю, то, скажем так, усиление микробиологической активности в почву происходит практически сразу после вносения. Оно происходит незамедлительно. И в этом весь ключ. Надо работать с живыми, активными, виктативными формами сообщества и с продуктами их метаболизма. Алексей Владимирович, возвращаясь к теме биологической защиты. Проланкированной биологической защиты. И к теме триходермы, которую затронула Александра. Несколько дней назад на одном из YouTube-каналов мы услышали такую информацию. На полном серьезе человек заявляет. Триходерма наносится на семена в баковой смеси с фунгицидным протравителем. И обеспечивает прованкированную биологическую защиту. Вообще-то у меня не укладывается в голове. Триходерма это гриб. Несовершенный гриб, как мы уже упоминали ранее. И в одной баковой смеси с фунгицидом. Вообще, понятие взаимоисключающее. Я понимаю, что вопрос не к вам, а больше в области аптекальных препаратов. То есть, вот здесь у нас возникли очень большие сомнения. Николай Иванович их соответствующим образом прокомментировал. Ребята просто выбрасывают тени на ветер. Либо там присутствовал какой-то фунгицидный протравитель с ДВ, которая просто не сработала против этой ТРХД. А индиопрепараты, которые индиомапагра производит, они совместимы с любыми протравителями? Или тоже нужно иметь это в виду? Ну, поскольку мы работаем с бактериальными формами, то, естественно, никакого ущерба химические фунгициды нам нанести не могут. За исключением тех, которые обладают порой незаявленными антибактериальными свойствами. Но мы, собственно, знаем об этом перечне химических протравителей. И просто, если хозяйство принимает решение работать именно с ним, не понуждаем их к использованию наших фунг. Мы предупреждаем, что... Либо то, либо то. Но некоторые хозяйства покупают уже протравленные семена. Вот как в этом случае действовать? Есть ли какой-то период, когда вот... период от протравливания семян до нанесения биологического препарата, чтобы одно с другим совместилось? Вы знаете, я несколько параллельный пример приведу. Мы, может быть, не так активно, но занимались во время биологическим консервированием зерна. Мы обрабатывали зернофураж на самых разных сроках. В начале хранения, по мере хранения. Так вот, максимальный эффект по снижению встречаемости эльтернариозных и фазериозных, собственно, патогенов наблюдался через полгода после хранения. Он нарастал. От месяца к полугоду. Это вот отчасти ответ на ваш вопрос. Что происходит с микроорганизмом, с фитопатогенами при внесении микроорганизмов в препараты НБИОФИН? Мы не лимитированы. Мы очень гибко встраиваемся в те технологические решения по протравливанию семян, которые есть. Чаще всего, безусловно, это совместная обработка перед пассивом. Химический протравитель и НБИОФИН. Есть прецеденты, когда эта обработка производилась, ну, скажем, до месяца до села. И это имело смысл, это верифицировано. Ну, вот кроме тех случаев, о которых мы говорили. Если там присутствуют фунгициды, обладающие антибактериальным действием, ну, несерьезно, а лукаво предлагать смешивать то, что несовместимо, это факт. Я очень рад, что вот агроцентр ТОЛКОС очень ответственно относится к подбору препаратов такого ТОЛКО. В каком контексте? Они дают нам возможность проверить на совместимость и отработать максимально работающий регламент и дозировки. Мы действительно, расширяя регламент испытания, находили наиболее оптимальные формы и дозы, совместимые с нашими препаратами. Это были разные части, разные количества. И более того, такого рода работу мы проводим каждый раз, получая семена на фитоэкспертизу, часть которых идет Николай Иванович на микробиологическое исследование, а часть идет в нашу лабораторию. Мы еще раз, еще раз, каждый раз убеждаемся, те формы обработки для семенного материала, которые мы готовим ко времени, они по-прежнему эффективны? А какая отзывчивость по сорта? А что будет происходить при использовании тех или иных компонентов, которые есть в активе ТОЦ-ТОЛКОС? Вы знаете, это несложная работа. Когда механизм отлажен, получить, скажем, действующую баковую смесь для обработки семян с приростом по сухой биомассе корней 62% это результат, который этого стоит. Каждый раз, когда в ТОЦ-ТОЛКОС появляется новый продукт, первым делом мы получаем от них, не для того, чтобы испытать даже как бы совместимый или нанесемый вред, а чтобы отработать регламент максимально эффективный. Это стало уже частью, в общем-то, нашей работы. Ну и нашего спокойствия. Алексей Владимирович упоминал препарат РАЗЕР, с которым вместе испытывался. С метаболитами и с Вашим вопросом по РАЗЕРу, Александр, позвольте, плавно перейти к задаче как раз стимуляции. Задачу защиты мы обговорили, задачи стимуляции мы плавно перешли, мы не спроста говорили именно о комплексном подходе к обработке семян. В настоящее время в России масса препаратов с заявленными стимулирующими чудодейственными свойствами. Алексей Владимирович упомянул, что мы все их проверяем. Мы проверяем их в лабораторных условиях, мы проверяем их с нашими близкими партнерами в полевых условиях, в реальных полевых условиях, да. Поверьте, более 90% из них не соответствуют тем свойствам, которые у них заявлены. Есть, например, слово плацеда. Вот вроде бы как оно и есть, но растению не внушишь, что это стимулирует. И вот одним из тех препаратов, которые действительно показали свою эффективность, свою функциональность, является РАЗЕР, препарат испанской фирмы Кимитек, с которым мы сотрудничаем с 2018 года. РАЗЕР это препарат с целенаправленным ризостимулирующим действием, стимулирующим развитие корневой системы, стимулирующим кущения. Но опять же, в дозах рекомендованных, экспериментальным путем мы выяснили, что даже при двукратном превышении рекомендованной дозировки препарат обладает угнетающим действием. Это было выяснено и на приусадебных участках, это было выяснено и в полевых условиях, поэтому к таким вещам нужно относиться с большой осторожностью. Для нас было большим откровением, что препараты, которые по сути, чем больше, тем лучше, чем больше аминокислот, чем больше гормональных форм, они не то что не могут навредить, но вот их надо вносить достаточное количество. Вот этот феномен был нами найден, но я бы хотел особенно подчеркнуть, нельзя экономить на химических средствах защиты, нельзя использовать дозировки меньшие или неверифицированные эксперты, и нельзя так же бездумно использовать те или иные формы в произвольных дозах препаратов биологической природы. А почему они угнетают? Что происходит? Вы знаете, это вопрос отдельный, это задача для кафедральных сотрудников и научных институтов. То есть вы такой вывод сделали на основании практики? Да. Мы просто заражили эксперимент на семенном материале, на вегетирующих растениях. А проводя науки, можно сказать, или яд в каких-то дозах лекарства, а в каких-то дозах смертей? Ну, чем отличается яд от лекарства? Да. Еще вот Алексей Владимирович остановился на этом моменте, но я хотел бы заострить внимание наших партнеров. Если вы получаете рекомендации по фунгицильному протравителю на основании результатов фитоэкспертизы, пожалуйста, отнеситесь к ним со всем вниманием, в общем, и к дозировкам в особенности. Если там прописан литр на тонну, то будьте добры применить этот литр. Поймите правильно, недостаточное несоблюдение дозировок, недостаточная дозировка. Это прямой путь к возникновению резистентных форм. Превышение дозировки – это фитотоксичность, поскольку любой фунгицид обладает побочным действием, и он выбивает все, что входит в спектр его действия. Вы сказали, что одна из трех задач по обработке семян – это дать питание. Вот что конкретно вы имели в виду? Чем нужно обрабатывать семена, чтобы в росточках на первом этапе было, что кушать? Понятно. Да, стимуляция, безусловно, важна, но стимуляция без питательной поддержки, она малоэффективна. Ну, это как кормить спортсмена анаболиками, но не давать ему при этом пищи. Стимулируя окущение и корнеобразование, мы, безусловно, обязаны предусмотреть и первичное минеральное питание, и дать его растению в максимально усваиваемой и в максимально близкой форме, то есть нанести его непосредственно на семя. Технологическая схема, рекомендуемая Агротехцентром Ковхоз, предусматривает нанесение на семена водорастворимых микро- и макроэлементов. Из макроэлементов особую роль играет фосфор, поэтому в состав баковой смеси мы обязательно включаем водорастворимые фосфорные удобрения с содержанием фосфора не менее 40%, ну и, естественно, водорастворимые микроэлементы. Предлагаю послушать мнение экспертов, что думают по этому поводу. Скавребов Валерий Сергеевич и Вадагина Мария Павловна. Насколько он важный, самый важный, я хочу сказать, что земледелие господствует закон равнозначности и незаменимости факторов. Поэтому некоторые микроэлементы их нужно в 10-100 раз меньше, чем фосфора, но они выполняют свою функцию, если их не будет, то не имеет значения, сколько там будет фосфора, урожая не получишь. Поэтому, конечно, с фосфором у нас проблема бывает только потому, что изначально в самой почвеобразующей породе у нас содержание фосфора, содержащих минералов, низкое. Поэтому о фосфоре заботиться надо с самого начала, и самый нужный он элемент питания когда? Самый критический период потребления фосфора у всех культур, в том числе влазимой пшенице, это период прорастания и первоначального развития корневой системы, то есть осенний период. Фаза осеннего кущения. Не будет фосфора, значит толку не будет. Если мы даем какие-то питательные вещества вместе с протравителем на семена, то что получается? Так же как и протравитель, эти питательные вещества при попадании во влажную почву дают оболочку вокруг, в такую сферу, да? И это то, что берет тот самый молодой корень, молодой проросток. Поэтому очень важно, что именно нужно на этом этапе. Это в первую очередь фосфор, во вторую очередь там это цинк и бор. Вот три вещества, которые в общем достаточно, все остальные в меньшей степени. Вот эти три питательных вещества необходимы для хорошего старта. И если вот эта вот сфера, как бы оболочка есть, то более быстрый старт просто получается разделить. Мы услышали мнение экспертов. Я хочу напомнить нашим глубоковажаемым партнерам, людям, которые работают на земле, такую закономерность из классического курса агрохии. Различные питательные вещества, они могут быть доступными растениями с разного, так сказать, от расстояния, находясь от корневой системы. Из почвенного раствора тот же азот, корневая система, корневые волоски, подтягивают с расстояния до 10 мм. Но фосфор из почвенного раствора растение потребляет только с расстояния 1 мм. Поэтому вот этот вот фосфор, который нанесли на поверхность семени, вот это есть тот первый фосфор, который крайне нужен растению. Михаил Александрович, а в какой форме должен быть фосфор? Водорастворимое, а название препарата? Чем? По идее. Можно я отвечу на ваш вопрос? В своей практике агротехцентр «Колхоз» использует препараты различных производителей. Во многом все зависит просто от состояния рынка. Одно неизменно. Препараты эти должны быть качественными. Из тех, которые мы использовали, используем и планируем использовать, это монокалий фосфат антикальций, гринго, и планируем использовать минеральное удобрение Цербера производства итальянской же фирмы «Эталполей». Вот, пожалуй, это из того, что… Александр, я сделаю маленькую ремарку. К сожалению, в этом плане импортные препараты на голову выше, чем наше отечество. По качеству. По качеству, по моменту усвоения. По растворимости. По растворимости, по многим показателям. Но этот прием не отменяет внесение фосфора? Разумеется. Ни в коем случае. Мы же обговариваем именно только первичное минеральное питание. То есть, о чем Валерий Сергеевич сказал. Фосфор на стадии проростка, появления проростка. Мы ему дали. Дальше, как только проросток появился, он в первую очередь растет корень. И он в состоянии уже сам дотянуться до питательных веществ, которые находятся в почве, которые внесли под предпоседную обработку. Либо вместе с посевом. Вообще, стоит ли овчинка выделки? Комплексная обработка семян требует нанесения. И фунгицида химического. И биологического препарата, который будет заселять поверхность семени полезными бактериями. И минерального питания, и микроэлементов. И все это нужно еще обработать прилипателем ЭПА-10. Сколько же это стоит? Схема, рекомендуемая агротехцентром колхоз, то есть, все составляющие, за исключением фунгицидного и инсектицидного протравителей, поскольку мы ими не торгуем, составляют в районе 1300-1400 рублей на тонну семян. То бишь, это затраты примерно 250-270 рублей на гектар. В зависимости от нормы высева. Некоторые высевают даже меньше, тогда даже меньше 250 рублей на гектар получается. То есть, комплексная обработка семян – это не та статья затрат, на которой нужно экономить. Гектарные затраты, по сути, невелики. А вот стоимость фунгицидного протравителя, одного фунгицидного протравителя, по стоимости как раз сопоставима со всем комплексом, который рекомендует агротехцентр колхоза. Прибавка в урожайности покрывает эти затраты? В разы. Клестной мазинтар сейчас, в среднем, по хозяйству, различного вида. Это от 25 до 35 тысяч на гектар. Некоторые более 40 тысяч на гектар. Я в среднем беру для таких, не шибко богатых. Сделаю небольшое добавление. Это ведь не просто некий набор или микс разнонаправленных препаратов. Это лабораторный, в полевых условиях проверенный, очень эффективный органоминеральный, биологический комплекс. Причем зачастую ряд компонентов дается в существенно меньших количествах, чем если бы эта работа проводилась без биологической поддержки. Это не суммирование цен из прайса компании. Это выбор оптимального соотношения дозировки, не навреди и получи результат, и цены. Причем в эту цену входит совершенно неоценимый пул сопровождения, который не относится к тем препаративным формам, которые мы либо производим, либо продаем. Это наша уже ставшая потребностью необходимость привлекать специалистов экспертного уровня по формированию системы контроля болезней и по формированию системы минерального питания. Я думаю, что это колоссальное преимущество и большой труд, который компания ТЦ «Полхоз» ведет. Такого рода предложения не ангажированного. Владимир Александрович совершенно справедливо сказал, что мы не торгуем химическими средствами защиты растений. И макраводавлениями тоже. Да, не может позволить себе очень многие компании на нашем рынке. Зачастую это сопровождение присуще крупным производителям химических препаратов, крупным производителям минеральных удобрений. Для них это вполне допустимо. Но здесь независимость от товара на складе – колоссальное, технологическое и конкурентное и репутационное преимущество. То есть назначение ведется вне контекста, что нужно продать, а исключительно по заключениям эксперта, что востребовано. Не в районе, не в области, даже не в хозяйстве. На каждом поле. Хозяйство получает агрохимическую карту, фитосанитарную карту, в течение периода вегетации, по сути, в условиях многолетнего стационара, поскольку в хозяйствах идет накопление такого рода аналитической информации. И где-то через год, даже не будучи агрономом, а уж тем более специалистом, наши партнеры научатся думать и принимать решения вне учтивого прессинга химических и прочих компаний. Они получают не просто уникальную возможность свободы выбора, они получают возможность правильного решения. А вот ошибки и потери от решения навязанных, ну, вы представляете, чего стоят сельхозпроизводители СИО? Речь идет уже не о оптимизации затрат. Речь идет о том, что для многих, особенно малых сельхозпроизводителей, балансировка на грани безубыточности, вот этой самой нулевой точки. И очень печально, что эту работу ведут лишь немногие технологические компании. Вот как оценить ту работу, которую ведет ЭТЦ колхоз? Это большой труд, это большая ответственность. Понимаете? А вот результатом этого труда является, ну, что без лишней паттетики, хорошая репутационная составляющая этой работы. Это не просто конкурентное преимущество. Вот мы же говорили, там, менеджмент, управление. Это серьезный технологический подход. Это не продажа товара со склада, а разработка оптимальных схем, отработанных на каждом уровне. На уровне мониторинга, на уровне подбора препаративных форм, на уровне оценки результата. Мы же никуда не денем данное обследование Николая Ивановича. Если там что-то идет не так, оно там так и будет. Мы можем увидеть по данным агрохимического обследования Валерия Сергеевича, которое мы проводим, ну, как минимум дважды в год, увидеть динамику по накоплению, скажем, азота, динамики фосфора. То есть вот тот самый полевой эксперимент, вот тот самый стационар, который раньше был, ну, наверное, только в учебниках и в научных учреждениях, он реализуется на практике. И цена этому совершенно велика. Хотелось бы привести пример нашего многолетнего сотрудничества с одной из компаний в Курской области. С ними мы сотрудничаем с 2017 года. Получается четвертый сезон. Они приняли наш комплексный подход на всех стадиях сельскохозяйственного производства. Начинают обработкой растительных остатков и заканчивают, опять же, обработкой растительных остатков только уже по окончании сельскохозяйственного сезона. Кстати, вот управление растительными остатками, это как раз тот момент, который их зацепил, из которого началось наше сотрудничество. Они выращивают довольно много кукурузы в селообороте. И как раз растительные остатки кукурузы для них были проблемными. После первого же сезона они увидели высокую эффективность от применения биологических препаратов на растительных остатках кукурузы. И дальше наше сотрудничество развивалось уже по полной программе. Значит, по заключению Института фитопатологии, видовой и численный состав патогенов у них уменьшился на 30%. То есть, соответственно, у них снизилось применение химических средств защиты растений. А непотраченные деньги – это сэкономленные, это заработанные деньги. То есть, налицо экономическая составляющая вот этого комплексного технологического подхода. Это то, что мы имеем в реале. Кроме того, в Ростовской области у нас есть партнеры. Один из них в Тарасовском районе находится, с которым мы сотрудничаем тоже с 2017 года, который тоже принял наш комплексный подход. И в порядке эксперимента на одном из полей на площади более 80 гектар мы в течение четырех лет выращивали озимую пшеницу по колоссовым предшественникам. Значит… То есть, четыре года пшеницы по пшенице? Да. Первый год это была пшеница по ячменю, и потом в течение последующих лет это была пшеница по пшенице. Из года в год неуклонный рост урожайности. Ну, для примера, в прошлом году с этого поля он намолотил 27 или 29 сантиметров, в этом году там урожайность была 35. Весной мы приехали. Поле абсолютно ровное, зеленое. Никакого превышения экономического порога вредоносности по патогенам там не увидели по результатам фидоэкспертизы. То есть, соблюдение рекомендаций и хороший результат. Я хочу добавить, что это сложная местность Тарасовского района. Это вражнопалочная такая местность. Без Киев. Да. Это нельзя сравнить, допустим, с южной части Ростовской области, с Краснодарским краем. Там в более сложных условиях, даже в тех условиях, вот такой достойный результат. Здесь очень хорошо. Я люблю город. Чик, как возможность, присоединяйтесь к контакту. Возвращение рекомендаций и переходим вños. Их наouveне реализацию рекомендаций. Возвращение рекомендаций. Возвращение рекомендаций. Субтитры сделал DimaTorzok